Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем читать невидимую брань святого преподобного Никодима Святогорца. Читаем вторую часть этой книги, читаем главу 16, которая называется «Мало по малу устанавливается мир в сердце». С вами прочли уже о том, что необходимо человеку иметь в сердце мир, что только в этом состоянии мы можем молиться, в этом состоянии мы можем вести эту духовную брань. Мы с вами в прошлый раз читали о некоторых способах, которые могут нам помочь в этом деле. Это следить за своими внешними чувствами и давать себе воли, пытаться это дело делать, так вот мало по малу устанавливать порядок в жизни своей. Всегда помни о том, что внешние действия, они непременно влияют на наше внутреннее состояние. Читали о том, что нужно стараться относиться к людям с любовью, прям настроить себя на это. Потому что без любви, без нисхождения, без терпения жить среди людей невозможно. Всегда будет кто-то в жизни мешать. Вот такая вот у нас вот жизнь. После грехопадения людей случилось. Слышали о том, что нужно хранить совесть свою. Подношение к Богу, подношение к людям, подношение к себе, подношение вообще к вещам, которые в жизни случаются. Это очень важно, потому что это наше внутреннее состояние, оно всегда связано с совестью. Совесть или одобряет наши поступки, или укоряет нас за них. И то есть жить в состоянии укора внутреннего человеку мирно невозможно. Конечно, можно дойти до состояния бессовестности, потому что это тоже для человека возможно, но это состояние живым назвать нельзя. Друзья, читали о том, что нужно человеку настроить себя, чтобы терпеть скорби и неприятности. Причем это очень важно было замечание, что вначале это оно скорбно и тяжело, потому что все наше «я» горделивое кричит о своем несогласии с ситуацией. Но по мере навыка человек встречает в этом деле большое утешение. Потому что он начинает радоваться того, что он может, оказывается, претерпевать вот это. Говорили о молитве, которая должна быть всегда спутницей нашей жизни. Во всех наших делах, во всех начинаниях, тем более, в этом деле, в хранении мира сердечного, без молитвы, без вот этого вот вопля к Богу справиться невозможно. Но смотрим дальше. Итак. «Имей постоянную заботу о том, чтобы не допускать сердца своего до смущения и тревог. Но всячески напрягайся, держать его в мирном и покойном настроении». Да, вот важное здесь замечание. «Да не допускай сердца до смущения и тревог. Если посмотреть, то вот мы, люди современные, наверное, наиболее страдаем от этого. Страдаем, мучаемся, постоянно смущаясь, постоянно тревожаясь. Чаще всего о том, что нас может даже и не касаться. Как много в нашей жизни страхов о завтрашнем дне, о каком-то неведомом будущем, о каком-то черном дне, которого мы порой ожидаем. Нам очень много чего кажется. Конечно, нельзя говорить, да, что вот жизнь наша – это что-то такое очень светлое, мягкое и тёплое, и мы сами себе там что-то надумываем, проблемы. Нет. Конечно, очень много сложностей в жизни. Но всё-таки больше всего мы страдаем от надуманного. Смущение и тревоги. Это ведь, кстати, ещё о чём говорит. О том, что мы в этот момент не можем положиться на Бога, не можем довериться Ему. То есть это тоже нам открывает нас самих в этот момент. Ведь опять же, да, если мы верим, что всё находится в руках Бога Всемогущего, что ничего без Его воли да без попущения Его не происходит, то есть всё у него под контролем, что, казалось бы, чего нам тревожиться. Но нет, мы не можем часто отпустить ситуацию, мы не можем часто принять жизнь такой, какая она есть. Мы учимся и страдаем. Постоянно желать чего-то того, чего в данный момент нашей жизни нет. Как говорил герой одного фильма, тебе сейчас хочется быть в другом месте, а не там, где ты находишься. И от этого ты и страдаешь. Так вот, человек, напрягайся держать сердце в мирном и покойном настроении. И Бог, видя, как ты об этом трудишься и подвизаешься, благодатью свою строит в душе твое город мира. И сердце твое сделается тогда домом утешения. Как это иносказательно, разумеется, в следующем изречении псаломском. Иерусалим, зиждемый якоград. Да, то есть город строится, Иерусалим в душе человека. Того только желает тебе Бог, чтобы ты всякий раз, как случится, тебе встревожиться, чем? Тотчас восстановлял в себе мир. И мирствовал таким образом во всех делах своих и занятиях. Ведай, что имеешь для всего потребу в терпении. Вот тоже сразу нам показывается, терпение здесь нужно. Без терпения установить мир в душе невозможно. Ведь нам нужно учиться не закрывать глаза на жизнь свою. Да, не убеждать себя, что все там это иллюзия, ничего на самом деле нет. Нет, а вот именно учиться с усмирением, с верой, с доверием Бога, Богу принимать жизнь свою. Действовать в этой жизни, как-то вот требует ситуация. Но без вот этого смущения и тревоги. Восстанавливай мир в себе. Знай, что имеешь для этого потребу в терпении. «Ибо как не в один день устроится город, так и не дума в один день стяжать внутренний мир». Вот тоже важное замечание. Для нас, людей очень торопливых, для людей, опять же, горделивых, да не желающих чего-то ждать, желающих получать все и сразу. Не сразу город строится, не сразу. Для всего нужно время. И, как говорил один внутричеловек, что для умеющих ждать все бывает вовремя. У Бога на все свой порядок, у Него на все свои сроки. В этой же книге мы это с вами прочитали однажды. Так вот, терпи. Терпи, дождись, все будет тогда, когда нужно. «Ибо и это не что иное, есть как устрение дома для Бога мира, и скини для Всевышнего, да будет храмом для Него». Да, то есть душа, исполненная мир, это храм для Бога. Вот это ты должен научиться человек в себе строить. Не сразу, постепенно. Но вот пусть это будет целью твоего существования. «Ведай также, что сам Бог есть и устроитель в тебе сего дома, и без него напрасный будет всякий об этом труд твой. Как написано, если не Господь созиждит дом, то напрасно трудятся строители». «Знай же еще, что главное основание сего сердечного мира есть смирение, и то, чтобы избегать дел, занятий, начинаний тревожных и хлопотливых. Что касается до первого, то кому неизвестно, кому неизвестно, что смирение, мир сердечный и кротость так тесно соединены между собой, что где есть одно, там есть и другое. Кто тих сердцем и кроток, тот и смирен. И наоборот, кто смирен сердцем, тот кроток и мирен». Посему Господь поставил их в неразрывном союзе, когда сказал, «Научитесь от меня, ибо кроток есть, смирен сердце». Относительно же второго видим прообраз в древней истории. Именно в том, что Бог хотел, чтобы дом для него построил не Давид, которому всю почти жизнь пришлось вести войны и быть в тревогах, а сын его Соломон, который по имени своему был царем мирным и ни с кем не вел брани. То есть вот опять же, да, человек, созижди в себе дом смирения, дом крутости, дом терпения, тихости. И все вот это вот оно вместе будет тем храмом, в который селится Господь. Для нас еще важно здесь уточнение, что знай, что все это Господь сам в тебе устраивает, сам. Мы участники этого дела. Как говорил апостол Павел, да, мы суработники Богу. Вместе с ним мы делаем всякое дело. Что от нас людей требуется? Намерение, желание, стремление. Ну и далее по силам уже вот какой-то здесь труд. Так все Господь выстраивает. Глава 17. Для мира сердца надо убегать почести и любить смирение и нищету. Итак, брат мой, если любишь мир сердца, постарайся войти в него дверью смирения. Другого входа в него, кроме смирения, нет. Для стяжания же смирения позаставляй себе и напрягись принять в объятии любви свои всякие неудовольствия и прискорбности, как сестер родных, и всячески убегать славой и почестей, желая больше быть от всякого уничижаемым и незнаемым, и ни от кого не получать печенье и утешение, кроме единого Бога. То есть вот какую нам сразу здесь высоту показывает автор, ну и переводчик этого текста, святитель Феофан Затворник. То есть бегай, бегай всякой славой, бегай всякого утешения. И вообще утешение еще у Бога только. Опять же, да, читая эту книгу, кто-то может даться вопросом, ну это все вообще невозможно. Для кого это все? Что же тут получается? Ну, конечно, да, надо понимать, все мы люди разные, и у всех свои задачи Господь в жизни этой земной поставил. Кому-то надо быть и славным, и властным. Все это нужно, наша жизнь так устроена. Но все-таки здесь, в первую очередь, говорится о внутреннем устроении человека. И действительно, вот если сравнить, какую славу искать, славу от Бога или славу от людей? Да, почести от Бога или почести от людей? Утешение от Бога или утешение от людей? Временное или вечное? Суетное и скоро пропадающее или истинное и неизменное? Понятно, да, то есть выбор здесь какой. Так вот, собственно, и выбирай. Ну и потом же, когда человеку пару кажется, что, ну вот, у меня жизнь вот наполнена вот всякими таким вот вещами, что и вниманием немного уделяют, что я это исправить, изменить не могу. Человек, столько ли ты только этого пожелай? Господь научит, как тебе персонально, лично тебе вот этим всем заниматься. Что и как можешь ты сделать? А так вот все-таки, да, хочешь, чтобы мир был, так вот знай, то есть мир сердца среди славы людской очень сложно принять, потому что уж больно эта слава, она нас заманивает, уж больно, она вот услаждает человека. Человек начинает сам того порой не желаю искать, ее требовать, грустить, обижаться, когда эту славу мне оказывают. «Утвердив сердце своем, убедясь в благотворности его, такой помысл, что Бог есть единое благо твое, единое убежище, а все другие вещи, суть для тебя терния, да, то есть сорняки, которые, если вложишь в сердце свое, причиня тебе вред смертоносный. Если же случится тебе и потерпеть от кого посрамление, не печалься о том, но перенеси то с радостью, держа уверенность, что тогда Бог с тобой. И не желай другой чести, не ищи ничего другого, как страдать за любовь к Богу и за то, что служит к наибольшей для Него славе». Вот опять же, научись думать об этом, научись размышлять, рассуждать, пойми, какая для тебя в этом польза, то, что только после этого ты сможешь, ну, усвоить, что ли, то, что здесь автор пишет, что просто прочитать, фыркнуть, сказать все это невозможно и не получится, ну, тогда действительно, это будет невозможно и не получится. Ну, попробуй, усвой, обдумай, разбери этот предмет, и увидишь, как, оказывается, тебе весьма несложно и даже удобно уйти по этой дороге.